Третьи сутки не прекращаются поиски восьми горняков, находящихся под землей на руднике «Мир». Накануне удалось спасти одного из пропавших, 36-летнего Алишера Мирзаева. Коллеги и друзья Алишера не переставали верить, что он выберется. Он герой, он герой, он реально, он реально, он реально, он реально, он должен, он должен жить. Сегодня состояние пострадавшего врачам удалось стабилизировать. И хотя он все еще в тяжелом состоянии, угрозы жизни уже нет. Те, кто поднялся на поверхность рудника раньше, чем Алишер, теперь добровольно помогают искать оставшихся на шахте коллег. Дмитрий Михнов, который руководил подъемом более полусотни горняков, говорит, что страха тогда не было. Мы с бойцами ВГСЧ спускались на ниже стоящие горизонты, проезжая, опрашивали, сколько людей находится возле ствола. И спускались ниже, забирая людей оттуда. Постепенно мы вывезли всех. Все, кто находились в тот момент возле ствола, все были вывезены. Паники, в принципе, как таковой не было. Люди понимали, что работа идет, что всех заберут. Глава Алроса Сергей Иванов накануне на встрече с родственниками, находящихся под землей горняков, выразил их коллегам благодарность за самоотверженность. Это принимается все возможное и невозможное, что можно сделать ради доступа к людям, спасения людей. Ситуация на Руднике сложная, она постоянно меняется в связи с водопритоками. Поэтому все ресурсы необходимые есть. Все необходимое оборудование было немедленно доставлено в город Мирный. И сейчас идет работа, и спасательные отряды пытаются дальше добраться до мест возможного блокирования горняков. Вчерашние поиски, к сожалению, результатов не дали. Сегодня тактика поменялась. Теперь работа ведется не только изнутри, но и снаружи карьера. В поисках задействовано более 300 человек. Помимо того, что мы ведем работу непосредственно в Руднике, приглашены из города Айхал скалолазы, проходчики горных склонов компании «Алроса», которые подготовлены для проведения работ на борту карьера. Сейчас ситуация обстоит таким образом, что ранее было подготовлено 9 технических скважин разного диаметра, которые уходят с борта карьера в выработке 210-го горизонта, где, по нашей информации, возможно, находятся вот эти заблокированные 4 человека. Прибывшие на помощь альпинисты буквально простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал на случай, если их услышат. Всего сегодня исследуют порядка 50 гектаров карьерной поверхности. Подземный рудник «Мир» был введен в эксплуатацию в 2009 году. С 1957 по 2001 год алмазы из кемберлитовой трубки «Мир» добывались открытым способом в карьере глубиной 525 метров и диаметром 1200 метров. В процессе отработки в карьере был вскрыт водоносный горизонт. Подземная шахта строилась с учетом того, что вся вода из карьера должна непрерывно выкачиваться. Для откачки воды есть несколько насосных станций. Вероятной причиной аварии в самой компании называют неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера. Затопление произошло в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере. Ученый Виктор Шепелев считает, что роковую роль в аварии сыграл открытый водоем на карьере. Очень интересная система была предложена Институтом Якутии про алмаз. Вот она система. Здесь вот этот карьер. Здесь сделался техногенный массив, представляющий три слоя. Значит, дренирующий слой, глинистый слой такой водоупорный и дальше опять дренирующий слой. А вот это вот штольня для подземного рудника. Вот это подземный рудник. Ну и вот эта система, она, в общем-то, была осуществлена. И вот сейчас она и действует. Почему произошла вот эта авария? Мне кажется, что, в общем-то, это сыграло роль та вода, которая осталась. Остаточная вода в карьере. Эту воду ни в коем случае не надо было накапливать. Ее надо было сбрасывать. Так же, как вот до этого, как при карьерной отработке трубки. Карьер же осушался. И точно так же надо было осушать карьеру этого. Потому что это подземное озеро, вернее, вот это открытое озеро в карьере. Оно, в общем-то, это как бомба замедленного действия. Можно ли было избежать аварии? Сколько потребуется времени для ликвидации ее последствий? Пока говорить рано. Одновременно со спасательной операцией специалисты компании сейчас прорабатывают вопросы возобновления работы рудника. Руководство страны в курсе всего происходящего. Глава республики Егор Борисов накануне по телефону доложил о ситуации поисковой операции премьеру правительства Дмитрию Медведеву. Я проинформировал ситуацию вокруг этого события. Отметил в том, что аварийно-спасательные работы ведутся очень активно. Спасатели себя ведут квалифицированно. Работа организована очень слаженно. Кроме того, мы обговорили по тем или иным проблемам организации производства в алмазной компании в будущем. Если будет снижение объема производства, то республика потеряет и в налоговых своих доходах. И я попросил рассмотреть и проблемы республики, и проблемы самой компании, если такая необходимость появится. И Дмитрий Ратуревич это поддержал. Обнадеживающих новостей из Мерного сегодня ждут не только в Якутии. И особенно ветераны алмазной отрасли. В понедельник в Мерный из других регионов прибудут родственники горняков, находящихся в карьере. Расходы по транспортировке берет на себя алмазная компания. Все надеются и ждут благополучного исхода событий.